А сейчас о коммунальных проблемах горожан. Оттепель, пришедшая в Тверскую область, огорчает не только тех, кому приходится, выйдя на улицу, скользить по гололедице и перепрыгивать лужи. Мокнут в эти дни жители одного из домов на бульваре Цаново, где течет крыша. Люди только и делают, что меняют плошки с водой и выслушивают оригинальные советы председателя ТСЖ. Этот дом на бульваре Цаново – типичная хрущевка для окрестной застройки. Правда, оттепель здешних жителей огорчает больше, чем обитателей соседних домов. А все потому, что по лужам им, наверное, скоро придется шлепать не только во дворе, но и в собственных квартирах. Всему причина – протечка где-то на крыше. В итоге Степан Владимирович с грустью наблюдает, как его натяжной потолок превращается в наливной. Началось это 16-го числа, но текло чуть-чуть, я баночки подставлял. Они начали 17-го, 18-го, 19-го пришли, они что-то прочистили, не текло. А вот сегодня, когда оттепель пошла ночь, я в 6.45 встал, потекло градом. Вот у меня уже пузырь образовался. Но я боюсь, что сюда потекет, у нас здесь проходит шахт электрический, замкнет, то нам будет пипец тогда. И действительно, дело может принять куда более серьезный оборот, чем испорченный потолок или обои. Они в квартире Сергея Владимировича уже начали отваливаться. По всему подъезду жители как могут укутывают, укрывают проводку, счетчики и автоматы. Словом, все электрическое оборудование, которое уже потихоньку выходит из строя. На втором этаже в 26-й квартире замкнул свет и в 21-й. Что будет дальше, мы не знаем, потому что работы не производятся никакие. Сказали, что снег сбрасывали, но не видно, что сбрасывали снег. Это всю ночь мы будем вот так и неизвестно. Может, даже все квартиры могут без света остаться. Дома управляет товарищество собственников жилья. Мы связались с его руководителем, которая заверила нас, что в курсе проблемы, и весь день провела с работниками подрядной организации. У них пока ничего не выходит. В другом вода. Ни один материал не подходит, не скрепляет эту трубу с железной крышей. Он не скрепляет. Ищут варианты. Жители тем временем просчитывают варианты получения компенсации в случае нанесения им серьезного ущерба. Правда, пока тут полная неясность. Например, Сергей Владимирович, сделавший ремонт всего два года назад, получил от председателя ТСЖ вот такой оригинальный совет. Я ему отвечу уже на это. В старом доме, дряхлом, не нужно делать такой капитальный ремонт. Лет 10 назад жители дома уже столкнулись с такой ситуацией. И никакой компенсации за ущерб в результате наводнения не получили. Что будет теперь, целиком зависит от их настойчивости. Продолжение следует...